Джава называется, там как версии, они выкатывают дейт, обычно багфиксы, ну все, проще воспринимать это случайно, что происходит, да, то есть, если вам порядок важен, или вам важно, чтобы никто навечно не повис, в таком случае вам нужно как-то явно вводить честность, если у вас была очередь, то когда кто-то стал очередь, то каждый раз забирает из очереди, он продвигается в голове, а в случае это толпа, толпа перед кассой, самый слабый никогда не попадет в кассу, добро пожаловать в ближний вокзал, билеты в Крым, да, с марта по ноябрь, заказывает двое билет, а там честно, ну все честные, пока не говорят, осталось два билета, да, или разбронировали три билета, сразу вся честность пропадает, что кто первый подскочил и кассу удержал, хорошо, и еще давайте мелкий трюк, и собственно у вас время из стекла, так, когда я вызываю вейт, то я сам себя прошу для данного объекта поместить вейтсет, если другой человек вызывает вейт, другой поток из этой, он тоже попадает в вейтсет, и третий вызывает вейт, он тоже попадает в вейтсет, отличие вейтсет от блога вейтсет, в блоге вейтсет как бы активное ожидание, нет, и тут, и тут потоки не работают, но тут они как бы толпятся, как только освободится синхронайзет, виртуальная машина забрасывает следующего, освободился, забрасывает, освободился, забрасывает, когда я вызвал вейт, то мне вообще вейтсет все равно свободен синхронайзет или нет. Я освобождаюсь в вейтсет в тот момент, когда кто-то у данного монитора вызовет найти файт, это тоже сент, тоже медисциплина обслуживания, этот первый вызвал вейт, этот второй вейт, этот третий вейт, четвертый поток пришел, вызывает объекта найти файт, будет разбужен случайно из-за этих потоков. Если вызывают найти файт, просыпаются все. И они после этого будут попадать? Да. Где начинается неприятность? Как объекты могут попасть в вейтсет, только вызвав метод вейт? Вызвать метод вейт можно только находясь под синхронайзером. Получается, у меня, допустим, есть метод f, который выглядит так. Синхронайзер по какому-то ссылке ref в позицию неважно. И там я вызываю у этого самого ref-weight. Есть метод g, где тоже синхронайзер по этой же ссылке ref, файт, где я у ref вызываю natify, natify all. У меня прибегает поток... Давайте освободим. Да, почему они нечестные, почему это не очереди, а множество. Вообще говоря, нечестные механизмы работают... Во многих стандартах реализациях нечестность работает быстрее, чем честность. Хитрость в том, что виртуальная машина может выбрать того, кто сейчас быстрее запустится. Тут одна из хитростей, как раз почему некоторые реализации... Ходспорт... Почему некоторые реализации могут выпустить того, что самый последний прибежал. Не того, кто дольше всех ждал, а того, кто меньше всех ждал, кто ждал. Какая в этом может быть логика? Поток, который ждал меньше всех, скорее всего, этот поток стоял на каком-то ядре. И там, в кэшах, все данные нужны этому потоку. В чем еще получается хитрость? У меня ядро. На нем запускает поток. Ось говорит, ать, понеслась. Ты заходи, заходи, у тебя одна тысячная доля секунды. Тысячная доля секунды это миллион наносекунд, то есть миллион операций, миллион байт-кодов. Поток работает, 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 куча информации, читает, пишет, читает, пишет. И у этого ядра кэш, допустим, там, не знаю, там, самый верхний кэш, да, первого уровня, допустим, 64 килобайта. И все эти 64 килобайта забиты данными, которыми пользовался этот поток. Теперь ось говорит, так, братишка, тысячная доля секунды стекла, смотрит, есть еще ожидающий поток, и она прерывает. Этот поток выгружает. Другой поток запускает. Другой поток приходит. А в кэшах не те данные, что ему нужны. Другой поток начинает читать данные из других мест, он читает другие массивы, другие классы. При этом он закачивает в кэш, кэш не резиновый, данные стираются, он стирается, стирается, стирается. И поэтому, вообще говоря, быстрее было бы запускать тот поток, который совсем недавно работал. Но не факт, что операционка, что они делали, она правильная, правильно? Да. То есть тут. Вообще термин называется threat affinity. Не знаю, как это правильно переносится. У нас есть такая GNA, самая популярная библиотека. Сам-сам производ. Это библиотека, где есть ряд вещей. Это библиотека для каждой операционки своя. Ему раскачать с сайта сам, какого-то старого. Подкладывать в GWA питаешь много приятностей. В том числе есть приятность, которую обеспечивают threat affinity. В threat affinity это когда я могу навечно привязать данный поток данного ядра. Большинство операционных в своем профи имеют вызовы, когда я могу сказать, вот этот поток будет работать только на этом ядре. То есть это как бы удобно, то есть я знаю, что у потока там прогретая кэши, то все будет хорошо. То есть если у меня сказать четырехъядерная система, я стартовал только три потока, которые все время работают, и сделаем в строят affinity, то я могу надеяться, что каждому из них ось выделит по отдельному ядру, а сама будет сидеть на четвертом ядре. В принципе, ось не загружает все на сто процентов, ей там надо совсем мало времени, и надо сидеть на четвертом ядре. Ну, было бы идеально не только threat affinity, чтобы этот поток был только на этом ядре, было бы идеально еще и кооперативную многозадачность. Чтобы пока поток сам не захотел уйти спать, его никто не укладывал спать. Ну, тут, то есть фактически, чем больше, если была такая возможность, чем больше ты берешь на себя, тем больше ты пишешь шедулин операционной системы. А это жутко сложная вещь, то есть алгоритмы вроде вначале простые, а потом надо начинать смотреть разные сценарии, тут exception, там сбой, тут блатировка, но оказывается, что эту штуку можно годами переписывать, прежде чем все магии извлечешь. Итак, поток номер один прибегает, заходит, синхронизит, теперь смотрите, важный момент. То есть поток номер один, T1, вызывает F, заходит, синхронизит. Так, это для рэпа, монитор рэпа. Вот, вот этого рэпа. Он выставляет вот здесь, он выставляет себя в омра, заходит, пишет, трэф, вейт. Этот поток оказывается вейт с этим. И при этом он покидает, он отпускает блокировку. Почему? Потому что его разбудить может только другой поток, который зовет синхронизер и вызовет у этой же ссылки на T5. Но если я заснул внутри синхронизера, то другой не сможет идти синхронизер. Он мне говорит, поэтому, когда ты вейтишься, когда ты именно заснул, потому что вызвал вейт, то ты лочку отпустил и попал в вейт сэ. При этом смотрите. Синтаксически вы находитесь внутри синхронизера. Вы между фигурными скобками синхронизер. Но с точки зрения гуманопоточностей, вы блокировку не держите. Вы отпустили, другие могут находиться. Заходит второй поток в F. Он может зайти в синхронизер, потому что оно свободно. Он захватывает, заходит, вызывает реф-вейт. При этом он покидает, он опускает блокировку и засыпает вот здесь. Приходит третий, то же самое. Захватил, заснул, отпустил. Теперь приходит четвертый поток в G. Заходит в синхронизер, он может зайти, оно свободно. Захватил. Вызвал реф-натифай-о. При этом они все должны проснуться. Проблем несколько. Первое. Их трое ждет, они все не могут одновременно проснуться внутри синхронизера. Они же продолжат вот с этой строчки. Они будут не спать внутри синхронизера. Это недопустимо. Да. Реф-вейт не обязан быть ни первой строчкой синхронизера, ни последней. Он может встречаться много раз, огромный блок кода посередине реф-вейт. Никакого требования к вызову вейт, они не могут всему проснуться. Во-первых, они втроем окажут внутри синхронизера. Более того, боец, который тут вызвал на антифайл, он тоже был внутри синхронизер. И вот он сейчас живой, он работает. Возможно, реф на антифайл у него не последняя строчка. Он, судя после этого, может его в бесконечный цикл спокойно лечь. Поэтому, происходит следующее. Когда вызывается на антифайл, они все как-то просыпаются. Но они не могут вот тут взять и начнутся, и начнут работать. Нет. Виртуальная машина смотрит. Если синхронизер сейчас занят, вообще говоря, он занят тем потоком, который вызвал на антифайл, тогда она берет, и всех, кто проснулся, на антифайл будет всех, на антифайл будет случайного. У меня на антифайл. У меня на антифайл. Поэтому и все отсюда переносят блок ЭЦ. И теперь они активно хотят войти в синхронизер. Виртуальная машина говорит, окей, нормально, все. Когда поток, пробудитель, разбудитель, освободитель, выходит из фигурной скобки. Виртуальная машина говорит, да, из фигурной скобки вышли. Что у вас? О, есть три потока. Берет случайный из Т2, допустим, да, и запускает. И Т2 просыпается, ему кажется, что отпустило из вейта. Он был долго в вейте, ну там секунду, час, наносекунду. И он как бы работает. Когда он выходит, а он, может быть, например, что-то сделал, допустим, и опять сделал ref wait. Он вполне это может. В таком случае он себя помещает сюда. Раз он поместил, галочка освобождается. Виртуальная машина видит, что как бы покинули синхронизер. Правда, не вы здесь скобки, а заснул, вызвал wait. Она хватает следующего, случайного, Т1. Он захватывает, и он едет, она просыпается. Если на то время, одновременно, кто-то бы снова будет убедить, и Т2 будет попадать в блок. И снова его случайным образом помещать. И только он будет случайным образом отсыпаться. Да. То есть в той же ситуации, когда все крутит и крутит один и тот же поток. Нет честности. Элемент честности будет, если вы обеспечите, чтобы тут было не более одного потока. Ну, если их много, все, случайный перебросит. Что отсюда, когда вызывают на defy, случайный один переходит сюда, что когда освобождается из кемерная, случайно один входит. Так, у нас время есть толстенье. Тут платить надо вперед, поэтому нельзя задержаться и оплатить поток. Мы платили до 10-20 минут. Пару моментов. Это очень сложная концепция, очень сложная конструкция. Но... То есть до 60-х, 70-х, когда появились многопоточные операционные системы, все, собственно говоря, компьютерные ученые занимались тем, найти какой-то простой способ как-то с потоками разобраться. Чтобы они ждали друг друга и могли сообщения передавать друг другу как-то. И вот все вместе. И родилось несколько таких конструкций. Одна из них — монитор. Вторая — семафор. Кто там еще может быть? Сейчас на стиху не скажу. Какие очереди сообщения могут быть, акторы могут быть. И они все вот странные такие, они все покрученные. Прелесть в том, что в принципе, насколько я понимаю, одних только мониторов достаточно, чтобы реализовать вообще что угодно на опоточном программировании. Это у меня исключительно, наверное, ощущение уверенности, поскольку вот там общих теорем я не видел. То есть, возможно, у них есть какие-то теоремы, что вот какая-то, как бы, способ математический проверить, что какая-то группа примитивов достаточно, чтобы реализовать любое поведение. Но из того, что я видел, как бы... Я ни разу не видел, чтобы сказали, вам нужен монитор и еще что-то. Вот оно вам поможет. Или вам монитор не поможет, возьмите вот то. То есть, такое ощущение, что, собирая композиции с нескольких мониторов, может сделать что угодно. Такой универсальный лего. Поэтому деталь такая кривая, и она делает очень много. Странное внутреннее устройство. Это раз. Второе. Вот эта вот вся схема, она сложная. Ничего, наверное, существует. Она существует для следующего. Мы в следующем году будем делать типичный шаблон, например, производитель потребителей. Я прихожу, говорю, мне надо взять хлеба. А мне хлеба нет. Я магазин пришел. Он играет. Тогда я делаю бои по магазину. И бабка задремала на пороге магазина. Приходит другая бабка, говорит, хлеба хлеба. Он говорит, хлеба нет. Она говорит, а, да, я задремаю. Я надремлю. Они приходят, 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 приходят. Теперь приходит поставщик хлеба, раздобыл одну буханку. Он зашел, положил в приватное поле. То есть, скорее всего, хлеб в магазине лежит в приватных полях. Положил его в приватное поле. И говорит, на Тефай. Выбрали случайную бабку. Аккуратно, продайщики. Матрена встала. Матрена встала. Взял в буханку ушла. Если приехала целая хлебовозка, позвонят в колокол, все бабки просыпаются, но краса у нас одна. Они просыпаются, выстраиваются в очередь. И по очереди проходит, значит, и покупают хлеб. Идея, как бывает. Прелесть в том, что есть много качеств, которых хотят. Хотят атомалность. Синхронайзер делают. Хотят видимость. Синхронайзер делают. Хотят взаимное исключение. Мютекс. Синхронайзер делают. Вот я описал три слова. Есть еще одна волшебная слова. Называется условное ожидание. Этого нельзя, в принципе, сделать на волотайлах. Волотайлы предоставляют визибилити. Да, вот здесь ты записал, он прочитал. Окей. Я хочу сказать, я буду ждать какого-то ситуации. Я хочу ждать, пока не привезут хлеб. Сред слип, это я жду время. А я не знаю, ты меня разбуди, когда хлеб привезут. Иначе возникает глупость. Ты спишь 1-й секунду, просыпаешься, хлеба не спишь, просыпаешься хлебом. Чем это плохо, если я тысячу потоков, то у тебя система гудит. Яркий пример, например, у меня тысячу потоков, которые одновременно закачивают тысячу URL из интернета. Интернета эта штука очень медленно и постановится процессором. Поэтому хотите полностью загрузить сетевую карту, запускайте хотя бы тысячу потоков. Байты из интернета текут так медленно, сайты так медленно работают. Вот у вас будет тысячу потоков, в период времени один будет просыпаться и получать свои, там, не знаю, полтора килобайта. Если вы... То есть, сред слип я действительно жду события, пока у него закончится метод ран. Сред слип я жду, пока пройдет какое-то время. Они говорят, а можно так сделать, чтобы я ждал чего угодно. Но мы с другим потоком доверимся, просто звоночек такой. Я буду ждать, пока звоночек зазвонит. И когда он потом зазвонит, я проснусь. И тогда мы можем с другим потоком наделить этот звоночек любой семантикой. Этот мне звонит, когда привезли хлеб. А тот мне звонит, когда пора идти в больницу. То есть, проблем метода joint, что да, если я вызываю joint, я засыпаю, жду другой поток. Но четко принесла семантика, чего я жду. Я жду окончания потока. А я хочу просто, пока он потом захочет, мне махнет, я просну. И эта система многоразовая. Я плакаю, трех спать, она опять махну, меня разбудит. И вот для этого, то есть, вот, вейт на Тифане Тифаново казалось, что хорошо работает. Сложно, но хорошо. Если вам не нужно условное ожидание, то есть вы не хотите сделать такое взаимоотношение между двумя потоками, что один будет другой ждать, то, в принципе, у вас вот это все вам неинтересно. У вас некоторые методы синхронайзер, потоки на них находятся мало времени, поток просто заскочил, там, был 10 наносекунд. Если другой поток загнался, тоже пытается запрыгнуть, лег, его не пустило. Он поспал, там, побился 10 наносекунд, его запустило, все. Если у вас перед синхронайзер, мирно выстраивается жуткая очередь потоком, у вас плохая система. Ваша система не масштабирована. И сейчас постоянно в какой-то синхронайзер, ломится куча потоков, и они ждут тут очень, и вас сильно волнует, что эта штука нечестная, и кто-то вечно ждет. Это начальничество процессов, у которых в 4 раза больше ядер, ваша система не начнет быстрее работать. У вас все потоки ждут тут, а работает один. Просто раньше у вас было 4 потока ничток ядерной системы, тут трое ждало одного, теперь у вас 15 ждут одного, как и раньше. Ну, скажем, такие общие вещи, то есть, в этом смысле критика монитора, она как бы, ну, то есть, вы неправильно готовите. Хорошо. Что-то последнее, последняя фраза. Если у вас вы вызвали вейд с таймаутом, у вейд есть аргумент, то у вас автоматически просить чекер таймаута, если вас не перебросило сюда и дальше, вас перебросит в локрецепт. Возникает следующая проблема, вы вызвали ref wait 10, вы хотите всего лишь сотую долю секунды поставить. Если вас отпустило в следующей строчке, то вы не знаете, почему вас отпустило. То ли вам вызвали на DeFi, то ли прошел таймаут. Вот. То есть, в данном случае, если бабка матеря на такой проблеме, таймаута просто спит с будильником, а это ее продолжится по кругу. Однако, тут есть еще одна такая мелочь, которая в Джаводоке написана. Вообще, древно я рекомендую дать не рассказывать, но в следующий раз будем это кодировать, и код, который не учитывая случайное пробуждение, он некорректно. Они почти никогда не происходят, но некорректно. Возможно, потому что она застрирует свои папку. Это ситуация, когда самопроизвольно поток может извоиться, а перейти в блок РЦ. Бабка может проснуться сама, старшим словом. Она проснулась, она не знает. Поэтому меня звали хлеб брать, или я случайно проснулся, или еще с будильником. Мне там будильник сзади, она забыла, она просто звонит раз в час. Она не знает, что произошло. Поэтому, в будущем всегда, идея такая же с хлебом. То есть, почему бы ты не проснулся, сходи, посмотри, где ты хлебушка. То же самое. Ты проснулся, ты чего лег спать? Ты ожидал, что появятся для тебя какие-то данные, наверное. Если ты проснулся по вейту, сходи, посмотри на эти данные. Данные не меняются. Ты проснулся, внутри синхронасида, ты один владеешь. Правильные данные всегда приватные. Сходил, проверил. А, нет, еще 2. А, нет, еще минус 1. А, хлеба нет. И опять вызываешь вейт. Потому что, возможно, например, следующее. Тут спало 10 бабушек. Привез пекарь, привез 7 буханок. Он может 7 раз вызов на Тифай. А может быть ленивый вызов на Тифай Олл. Прошнутся 10 бабушек, перенесутся сюда. По одной из двух. Первым семьи хватит, последним трех не хватит. Их честно разбудили, потому что был хлебушек. Но нет. Да, поэтому в следующей лекции будем кодировать. Видимо, у нас была поточность еще не у полторы лекции. То есть, вы проснулись, посмотрели, можете ли вы работать на приватное поле. Не можете, ложились спать. Можете, работайте, уходите. Тот, кто меняет ситуацию, пришел. Если ты изменил ситуацию, ну, то есть, если ты пришел, надо спросить там у продавщицы, как дела. Ты не изменил ситуацию. Если принес хлеб, консервы, забрал, что со сладок, принес. Ты в колоде школы, как он на Тифай Олл. Просыпайтесь, все бабки, что-то изменилось. Просыпайтесь, разбирайтесь. В этом тоже одна из критик, то есть, когда у вас окажется, что, например, тут сотни потоков спят, но пытаться, что нельзя так, чтобы мы разбудили ровно три. Тех, у кого приоритет, те, которые зеленого, зеленый и красный фиолетовый, зеленый важнее красный. Вот такая условия. А нельзя, ну, и дальше начинается куча требований. Это актуальная система, где это может быть актуально. Вот это у вас ходилка в Нечестия, она фактически, ну, в один поток работает. Нечестия, по-моему, что-то, как бы, одна поточка, там, одна галочка, да? А это от добавки в интернет. У вас видеосервер. И у вас сейчас тысячу потоков открыли, то есть, к вам тысячу клиентов. Представляете, вы открыли тысячу каналов. У вас ходилка, они спят. Вы ходите по Минчестеру, говорите, так, Иванову надо прочитать еще мегабайт. Прочитали мегабайт видео. Иванов, на, оп, Иванов. Конечно, будет быстрее, если вы раздаете телесериал, а все одновременно его смотрят. Видеоконференция. Ваш погод приходит, говорит, а кто нам смотрит конференцию номер 7, 8, 9? Эти ребята говорят, мы, 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 мы. Кидают мегабайт, и они просыпаются, они раскидывают своим пользователям. Ну, например. Ну, скорее, видеоконференция, один из них проснулся, говорит, мне пришли данные сетевой. Дает координат РОП, говорит, кто еще в этой же конференции? У вас сервер видеоконференции, да? Как в скайпе, да? Вот наш чат.рум, хотя мы все ходим на один сервер. Хорошо. Все, давайте закончим. Все.